Девушки отдыхают Вот судьба этой ореха была трагична Вот, я не помню, Лена, я вас или предыдущего хозяина буквально ультиматум поставил, чтобы он его срубил Ну, папе говорили, да? Во-во-во-во-во-во Нет, он его срубил Он срубил, а дело в том, что этот орех окутан мистикой, как сказать, предрассудками Вот, что якобы он не дает жить соседям Мне бы дураку оставить его, я же еще испытатель А я попросил, не то что ультиматум Говорит, давай уберем, и ты сюда посадишь что-нибудь путнее Вот, и мне вот мои эти, видите? Мои груши вот за забором И не будет им мешать расти, и не будет отпугивать насекомых Вот, и знаете, что получилось? Вот Мозгов-то не было в то время, молодой был И уговорил соседа Он взял и спилил его А после того, как он спилил Хотя он был уже мощный Из-под земли вылезло несколько стволов сразу И опять погнали вверх Это такое мощное дерево, как сказать Для Сибири лучше не бывает О его лечебных качествах я не хочу говорить Потому что ничего не понимаю Но знаю, что его зеленая кожура орехов Очень ценна Можно с нее делать лекарства самим Вот Дерево, после того, когда он его обрезал Оно пошло в несколько стволов Ну, назовем это кустом Хотя куст получился трехэтажный Вот Тень прекрасная И Не знаю я Мне под ним легко дышится Так Соседние деревья Совершенно не страдают Урожаи такие были Что вот этот вот сварок Мы сейчас подойдем к другому свароку Вот этот сварок Он в прошлом году дал примерно Летер 30-40 Его там не было Из-за груш видно Это дерево В этом году урожай слабее Вот Но я уже о нем рассказывал В этом году было раз в 10 меньше урожай Ну ладно Несколько ведер я с него собрал Остальное попросил собрать соседа Он просил у меня сладкий груш Вот так как урожай был не сильно А уж такой большой Вот Сахар ухватило Груша он доволен Он с дудинки Ну что с ним взять Господи С вообще морковки не ели Как он ее нахваливал Ну хорошо Значит Вот это вот получается Как сказать Соседство Содружество Не сказать что Они буквально любят Эти груши И Манжетская река друг друга Но как оказалось Не сильно это и мешает Что сейчас делает Елена Лена собирает Косточки Она их продаст мне А я их продам вам Понятно да Вот В данном случае Я выступаю в роли Банального перекупщика Вот они орехи Видите Вот Много Не возьму Два ведра всего Потому что Среди вас любителей Орехов Практически Не наблюдается Редкие-редкие Но все таки Надежда есть Теперь перехожу Раз уже закнулся Прогрушу сварок Вот она лежит Соседи очень деликатные Так как дерево Находится на моей территории А одна ветка Вот она Свечилась на эту часть И опять же Получился урожай Не большой Вот все что на этой ветке Было Вот она видите Все сейчас так лежит Не тронуто Еще раз говорю Соседи очень деликатные Семена Наверное я возьму Почему Объясняю Потому что Потому что В этом году Где-то из раз меньше Здесь на этой ветке Висело Годом раньше Ведера 10 Я вам показывал Это все Видели Вот Сахар ухватило Они Не чисто сладкие Но очень съедобные Очень вкусные Между сладкими и вкусными Есть небольшая разница Это как меня спрашивали А ваша шелковица вкусная Опишите вкус А что мне стало Я говорю Слаще поцелуя В других терминов Для шелковицы Я найти не мог Так вот Сейчас я их соберу И семечки тоже Вам Несколько слов О ее происхождении Я долго Не знал Я считал Что эта груша сказочная Так по описанию По каталогу Потом ко мне приехала Бойкова Галина Николаевна Кальдатаук Многолетний директор Крушинской ГСУ Вот Супер специалист И сказал Это моя груша Вот Я ее соаптор Я посмотрел По справочкам Да Сварог Три фамилии Третья Бойкова Ошибки быть не могло Это Сварог Для Сибири Ну и так же Как вот я Сейчас только вам Показывал Что все таки Вот Например Я вам еще покажу Персик отдельно Свои персики Они выжили Они Не все Правда Они опять вернули Свою крону Свою былую красоту Правда Урожая персиков Не было В этом году Но Все таки Это граница выживания А вот этот вот Еще раз покажу вам Манжурский орех Вон он красавец Да Он высотой Если подойти Вот с этот дом Вот Такого же диаметра И вот этот вот Сварог Который Чуть моложе того Он дал прекрасный Пример Того что Груши в Сибири Могут быть Но все таки Груши Вот этот же Сварог Хорош в молодом возрасте Молодой Сварога Плоды не крупные Не Вот Огромные Они в два раза крупнее Вот этих Вот Молодого Чисто вкусные Прям Ну Такая легкая кислинка Что Она только пикантность придает Вот еще кусочек сада Мы с вами Мы его обследовали До этого пришлось Перейти на территорию соседа А вдохтавил меня Дудениц Несколько ветер собрали И сказали Что уже варенье И просили Сладости готовы Ну вот Следующий кусочек Мы можем будет показать Персики Оказывается Их не так легко убить Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok